Друзья, всем привет! Это заметки на полях. Расскажу вам, как прошел сегодняшний день. Сейчас я нахожусь в поселке Клен, близ Александровки и Луганки. Об этом поселке я не знала вообще. Жители мне написали в контакте, сказали, Марьяна, у нас есть такой поселочек, мне кажется, что ты там ни разу не была. Я говорю, что за поселочек? Они говорят, ну, совхоз Клен, там проживает 60 человек. Очень большие проблемы с водой ее нет, магазина нет, транспорта нет. В общем, приятно везти людей. Ну и, конечно, мы приехали и, собственно, вот я здесь. Сегодня целый день гуляю по поселку и общаюсь с людьми. Вот заехала к одной женщине. У нее здесь такие прекрасные саженцы. Она занимается, выращивает. Вообще тут поселок, он как бы вокруг предприятия, которое выращивало огромное количество саженцев, деревьев, роз и всего такого. Ну, питомник. Вот. И как раз вокруг питомника образовался вот такой поселочек. Здесь буквально одна улица. Там до войны жило около ста человек. Все были задействованы в основном на питомнике. Вот. Сейчас в питомнике осталось всего несколько женщин, которые работают. И как бы все. Так остались в основном одни пенсионеры и буквально пару семей с детьми. Детишки сейчас выехали на отдых в лагерь в Геленджик. Вот. Ну, такое было масштабное достаточно предприятие. Выращивало огромное количество саженцев. И вообще это все уходило на на территорию Советского Союза, на все республики. И вот даже сейчас Донецк берет отсюда в город свои саженцы. Вот. Но все равно, конечно, большие проблемы здесь с водой. Поливать это все очень тяжело. Рабочих рук мало. Вот сегодня несколько женщин трудятся. Ну, и как бы продажи все равно идут плоховато. Вот. Пообщались с местными жителями. Все показали, рассказали. И у всех, знаете, вот, несмотря на то, что там питомник, там много разных растений, рос и так далее, все равно у каждого человека в огороде тоже вот свой мини-питомничек. Какие-то интересные там золотистые туи, какие-то интересные цветочки. Я в этом мало разбираюсь, но вижу, что что-то необычное. Вот. Здесь меня даже угостили клубничкой. Очень вкусная. Дали огурцов, помидоров. Вот. Хотелось бы, чтобы обратили внимание на этот поселочек, Клен. Потому что туда вообще не доезжают тоже волонтеры, а людям здесь тоже нужна помощь. Как я уже сказала, люди, ну, такого пенсионного возраста, ходить куда-то, закупаться, магазинов нет, ничего нет. Очень тяжело. Привезти людям там продукты, средства личной гигиены, медикаменты. Очень даже будет кстати. Ну, обстрелы, мне кажется, тут даже про это говорить не стоит. Самое, конечно, тяжелое время было 14-15 год. Вот. Сейчас как бы попроще. Сейчас такого прям как бы... Ну, прилетов нет. Больше слышно, конечно, как наши ребята работают. Вот. Надеюсь, что и будет сохраняться как бы такую... Ну, в общем, не станет хуже, а станет только лучше. Потому что люди очень, ну, вообще-таки душевные, прекрасные, трудолюбивые. И очень, конечно, расстраиваются, что нет возможности нормально работать, поливать это все, чтобы вот такие прекрасные растения... Смотрите, тут у женщины какая красота. Покажу вам сейчас. Посмотрите, и все. Красоте нереально. Поэтому приезжайте, помогайте. Кому нужны саженцы, покупайте. Поддержка местному населению будет очень кстати. Потому что с финансами, знаете, тут проблема. Работы нет. Там, кто раньше работал в питомнике, мужчины там пенсионного возраста сейчас там сторожами работают. А как бы больше, ну, ничего здесь нет. Негде работать. Смотрите, какая красота. Вот, сейчас супер. В общем, оставайтесь со мной, следите за телегой. Марьяна Батьковна, это единственный мой телеграм-канал. Вот, подписывайтесь, будет репортаж. Всех люблю, целую. Ваша Марьяна.